Синьор Вы снились перед моей смертью. Я запрещаю вам умирать, синьор. Слышите? Повинуйтесь даме своего сердца. Вы устали, да. Но как же и я? Как же мы? Не оставляйте меня. Прощайте. Синьор, зачем вы умираете? Как же нам было хорошо бродить по лесам и лугам. А кто же будет защищать бедных и обиженных? А как же ваши подвиги? Синьор, ну скажите хотя бы одно словечко. Нет, Санчо, мне пора уходить. Но я хочу поставить предсказание. Через много лет появится еще один рыцарь. И он будет не только воевать с ветряными меликанами, но и покорять водную стихию и победит злого волшебника. Синьор, может, вы хотите для этого будущего рыцаря что-нибудь оставить? Письмо? Или ваши доспехи? Или копье? Да, да, Санчо, шлемы и доспехи. Вот они. А здесь важное письмо для него. Передай, Санчо. И запомни мои слова. Через много лет эти доспехи и копье попадут к новому рыцарю. Подписывайтесь на наш канал, чтобы делать самые вкусные рыцарь, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С этого дня я начал писать о подвигах своего господина, доблестного рыцаря Дон Кихота Ламанчского. Субтитры создавал DimaTorzok И пока благородный рыцарь едет по белу свету со своим верным оруженосцем, У человечества есть надежда осилить трудную дорогу жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Как всегда опаздывает Алексей Петрович, ну вы как всегда. Попрошу тишину в зале. Слушается дело о бракоразводном процессе гражданина Кихотова с гражданкой Кихотовой. Граждане, предлагаем вам ясно и убедительно изложить причины развода. Говорите же? Да, пожалуйста, гражданин Кихотов, начнем с вас. Господа судьи, или товарищи судьи, а как правильно, просто первый раз. Не переживайте, в вашем случае это значение не имеет. Вы причины называйте. Что-то в горле пересохло, можно воды немножко попросить? Пожалуйста. Божья коровка у вас тут. Гражданин, вы воду-то вылите, там насекомое было. А куда вылез? Ну вылез, вот у нас там цветок был. Был. Ну ладно, я пока поставлю. Да, поставьте. Знаете, вообще, наверное, все дело во мне, да. Я дрянь, мерзавец, порчу кровь, мотаю нервы. Как это еще? Ввиду антиобщественного образа жизни. Это достаточная причина для развода. Суд вас услышал. Граждане, на каждом заседании мы стараемся найти те ниточки, которые могли бы помочь сохранить семейный очаг. Лариса Ивановна, вопрос к вам. Назовите, пожалуйста, причины вашего желания развестись. Очага нет. Осталось пепелище. Ниточек вы тоже не найдете. Их давно нет. Вопросы, гражданка Кихотова, будут? Да, Ваша честь, у меня есть вопросы. Он вам, наверное, изменял? Ваша честь, я протестую. Если это обвинение, должны быть доказательства. Есть доказательства? Доказательств нет. Еще вопросы будут? Ваш супруг не обеспечивал семью материально? Недостаточно. Ваше честь, я протестую также. Это вопрос дискуссионный. На эту тему нужно очень долго заседать и рассуждать. Это не может служить основанием серьезным для развода. Ответ принят. Будут ли вопросы к гражданину Кихотову? Чем вы вообще занимаетесь? Я? Я укращаю водную стихию. Спасаю людей, как рыцарю в былые времена. Не сходи с ума. Ой, сантехник он. Ну, как начал читать эту дурацкую книгу, вообще ополоумел. Съехал. Арсений. Молодой человек, вы кто? Я сын. Господа судьи, я прошу вас, не разводите их. Дурью они маются. Я на минуточку. Ну, зачем ты пришел? На тебе деньги, сходи, Макдональдс. Все. Лариса Ивановна, знаете, мы все-таки так от вас и не услышали убедительных доводов для развода. Ну, поймите же. Ну, раз уж мы решились на этот шаг, ну, мы же не маленькие дети. По-моему, вполне достаточно того, что я не хочу жить с ним под одной крышей. Вы же видите, что это за человек. Он не дает мне развиваться, вообще, творчески. И, наконец, он токсичен. Ну, не хочет она со мной жить. Еще вопросы будут? Суд выносит свое решение. Супругам предоставляется трехмесячный срок для принятия мер к примирению. Слушание окончено. Все свободны. Можно воды еще попить? Да, пожалуйста, воды. Лариса Ивановна, гражданин Кихотов, прошу вас задержаться. Не по протоколу. Граждане, у вас есть три месяца. Лариса Ивановна, ну, попробуйте рассмотреть вашем супруге-рыцаре. А вы, Данила Сергеевич, ну, поборитесь же за даму своего сердца. У вас еще есть время. За месяц до суда. Катастрофа. Снова нас, снова заливают. Господи, да что же делать? Мои рукописи. Арина Родиона. Иду, иду. Помогите. Профессор, не волнуйтесь, профессор. Я уже вызвала сантехника. Скоро будет. А вот и он. Добрый вечер. Сантехника вызывали? Вызывали. Где у вас тут поломка? Быстрее, голубчик. Да тут заливает. Давай. Быстрее, быстрее. Все пропадет. Идемте скорее, пойдемте. Что это у вас тут? Копье, шлем? Какой-то музей? Сынейшие экспонаты. Семнадцатый век. Так они же могут испортиться. Быстрее, где поломка? Сюда. А, так, слушайте, неудивительно, что у вас прорвало. Сейчас отремонтируем. Вот пустяковый ремонт. Все. Все. Все, все, все. Там прокладку надо было просто поменять. Украсил вашу водную стихию. Думаю... Ой, я вам что-то должен. Да слушайте, какие деньги там пять минут работают. Ой, вы благородный человек. Очки немножко запотели. Как протру их. Не наступите на экспонаты-то. Они ценные. Это же он. Слушайте, мне уже надо идти. Жена два раза звонила. Борщ там какой-то... Не какой-то, вкусный сварила. Я побегу. Что-то хотели сказать? Одну секундочку. Да-да. У меня есть что-то именно для вас. Для меня? Помочь? Да нет. Что же это? Какая-то редкая книга. Дневник Санчо Панчо. Панц. Панц. Не знал, что есть продолжение книги Дон Кихота. Спасибо, профессор. Ну, я побежал. Жена просто убьет меня. До свидания. Прощайте. Мы еще увидимся. Чай с бисквитом. Арина Родионовна. А нашу любимую. Выпьем, добрая подружка, Бедной юности моей. Выпьем чаю. Где же кружка? Сердцу станет веселей. Лариса, я вернулся. Привет. Привет, привет. Наконец-то. Да там. Я уже вся переволновалась. Садись, иди покушай. Что сегодня на ужин? Ну, борщ твой любимый. Отлично. Сметанку будешь? Конечно. Можно побольше, конечно. Ну, ладно. Удобно там? Да. Как-то у нас квартира-то не очень-то большая. Ну, что так поздно сегодня. А, у одного профессора, слушай, авария была. Кстати, подожди. Смотри, какую книгу мне подарил. Дневник Санчо Панчо. Нравится? Ну, книга. Да. Ну, книга это хорошо. А деньги где? Ну, слушай, как-то стыдно было у старого человека деньги просить. Может, премия тебе какая в этом месяце предвидится? Да нет. Что-то мне не обещали. А что ты все про деньги спрашиваешь? А кто про деньги думает в доме? У Ксюши выпускной на носу. Значит, Кихотов, не стыдно тебе у профессора деньги брать, а у Ксюши, вот, Ксюшенька, тебе, пожалуйста, ни туфель, ни платья на выпускной не будет. Вот в чем твоя принцесса пойдет. Скажи спасибо папе. Да, да, спасибо всем, да. Ну, я пойду погуляю. Да, Ксюшенька. Папина дочка. Всем пока, да. Слушайте, я на тоже уже пойду. Все было вкусно. А чай? Слушай, Ларис, я что-нибудь придумаю. Ну, найдем мы деньги на это платье. Детский сэм. Просто хотел книжку почитать. Прости-ка. Я потом чаю попью. Все, давай. И пока благородный рыцарь едет по белу свету, у человечества есть надежда осилить трудную дорогу жизни. Сердце благородного рыцаря Дон Кихота Ламанчского питалось лишь одной мыслью, что все его подвиги будут совершаться в честь прекрасной дамы его сердца Дульсинеи Табосской. О, прекрасная Дульсинея, обрати свои взоры на плененного тобою рыцаря, вступившего на тернистый путь подвигов, преисполненных лишений и страдания. Ну что? Прекрасная дама благородного рыцаря. Что с тобой, Кихотов? Слушай, у меня есть идея. Давай сходим пофотографируем. Прекрасный вечер. Звезды. Помнишь твои фотографии? Карелия, Кавказ. Ой, это так давно было. Да ладно. Кстати, у меня есть идея. В наш центральный парк приехал прекрасный художник. Он рисует такие портреты, видит душу человека насквозь. Давай сходим. Кихотов, я котлеты собралась поджарить. Ну, Лариса, ну пожалуйста, ну давай. Ай, ладно. Может, в городе что-то нужно сделать? Тем более горошек надо купить. Горошек, отлично. Да, и сто лет в парке не были. Пойдем. Вот, пойдем. Пойдем. Следи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть на далекой планете Коят влюбленных людей Звезды для них по-особому светят Небо для них голубей Белые стены над морем Белый покой и уют Люди не ссорятся, люди не спорят Люди друг другу поют Посидим, помолчим, все само пройдем И растает гнев, и печаль уйдет Посидим, помолчим, не нужны слова И новаты мы А любовь права Если тут город увидишь Сразу обиды простишь Слово напрасно меня не обидишь Ссорою не оскорбишь Пусть нам навеки осветит Белого города свет Пусть говорят, что на нашей планете Этого города нет Посидим, помолчим, все само пройдет И растает гнев, и печаль уйдет Посидим, помолчим, не нужны слова Виноваты мы А любовь права А любовь права Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, а можно нарисовать мою жену? Вас немножко жарит Не двигайся Субтитры создавал DimaTorzok Не понимаю Что это? Живопись Как? Это волшебство Бориса, посмотри Это не я Это совсем другая женщина Нет, нет, нет Это ваш портрет Просто настоящий художник Он видит то, что не дано видеть простым смертным Вот так вот Подождите Так это же Дульсинея из книги о Дунь Кихоте Какая еще Дульсинея Дама сердца Благородного рыцаря Ой, да ну тебя, Кихотов Пойду я лучше пофотографирую Борис Не понравилось ей? Нина просто устала Не разбирается в живописи Что? Изумительный портрет Можно посмотреть Куда же нам шло? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, всем, кто купит мой полный курс Люксовая селфи Субтитры создавал DimaTorzok Простите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какой за шквар Субтитры создавал DimaTorzok Вау Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какая красота Поздравляю Вот это и есть машина Моя хорошая Мне кажется, я все поняла Да, я все поняла Ты просто отстала от жизни Понимаешь Но Ты не переживай Мы с тобой встретились не случайно Мне Мой астролог сказал Что мое предназначение Раскрывать истинную сущность человеки Так что я за тебя возьмусь Ой, мне уже нравится. Давай, рассказывай, что там у нас на личном плане? Есть какие-нибудь крючки, зацепочки? Я замужем, у меня двое детей. Ой, что-то как-то это некреативно. Подожди, а муж кто? Ну, ты помнишь его, Данила Кихотов. Кихотов, Кихотов? Этот бывший хиппи, неудачник. Ой, ну не знаю, он какой-то, по-моему, дауншифтер. Подруга, ты извини, но по-моему, это не лучшая партия. А я думала, у меня все хорошо. Ну ты не переживай, мы с тобой поработаем. Ну расскажи, как ты. Ой, у меня все очень круто. Я, значит, живу мажорно. Я фри-вумен, знаешь, свободная женщина. Мужья, это сейчас уже не в тренде. Я состоялась как личность. Потому что я веду свой личный стрим. Как сделать крутое селфи. У меня очень много фолловеров. Есть, конечно, и хейтеры. Но это просто те, которые мне завидуют. Но сейчас речь не обо мне. Речь о тебе, моя хорошая. Ты, вот у тебя эти блоки, зажимы, да? Твой канал забит. А должна пойти энергия. Твой жизнью нужно полностью апгрейдить. Ну то есть обновить, понимаешь? Ах, хорошо. Вот, значит, смотри, слушай внимательно. Утром встаешь. Первое. Сразу фитнес. Ну, можно йогу, конечно. Помягче будет. Йога-йога. Записываешь. Умничка. Записывай, просто записывай все. Потом второе. Лицо. Ну, это же засушенный инжир. Ну, надо же что-то делать. Масочку, пачки, ноготочки тоже. Не забывай про ноготочки. Подожди, подожди. И самое главное. Вот на этом. Обрати внимание. Every day смотришь модный фрестон-канал. Там такой коучер есть, Майк Ягужинский. Ну, такая лапочка вообще. Стрим называется «Матрица счастливой женщины». Матрица счастливой женщины. Я тебе уверяю, твоя жизнь просто сразу начнет меняться. Тем более сейчас, ты не поверишь, сейчас ретроградный Меркурий и Венера уже в Козероге. Ну, просто лучшее время для перемен. Да, да, да. Все, мы хорошие. Мне надо чилить на туз. Упрощаемся. Чмоки, чмоки. Жду твой мессендж об успехах. Пока-пока. А мне уже это нравится. Привет, мои хорошие. Меня всегда пугало, что Дон Пихот видел черное-белым, а белое-черным. Но он отвечал мне, ты заблуждаешься, мой друг. Знай, что странствующий рыцарь – это сегодня самое жалкое существо на свете, а завтра обладатель царской славы. Вдруг впереди мы увидели два огромных облака серой пыли. Мой верный оруженосец, слышишь ли ты ржание коней, звук труб и лязг доспехов огромного войска. Разрази меня гром, ваша милость. Я не слышу ничего, кроме влияния баранов. Страх мешает трусу видеть и слышать, но храбрец вступает в битву с врагами, где бы он их не встретил. Саня, ты? Вот, Анила. Здорово. Здорово, я это... Ну что, достал? Достал, только шепотом, Мариса, сейчас немножко. На взводе. Телескоп разобрал, просто я жду эти линзы. Слушай, отличная линза. Все, ее мне не хватало для телескопа. Только бы Лариса не услышала. А где Лариса? Она занимается этой йогой сейчас, увлекается. Кто там? Ларис. Панчев, опять ты? О, соседка, доброго вечера тебе. Жена за мукой послала. Пирожков хочется. Панчев, тебе худеть пора, толстенький. На диету садиться, а не пирожки лопать. Ладно, сейчас принесу. С утра до вечера, там фитнес. Ага. Кэтрин? Кэтрин, занимаюсь, занимаюсь. Вот, смотри, все, как ты сказала. Ой, с ума сошла. Слушай, так приходи сегодня вечером Марс смотреть. Даже ночью, ночью я настрою телескоп. Ночью? Ну, придешь? Не могу. А чего? У меня у жены последнее предупреждение. Еще раз ночевать не приду. Раз вот. Ну, ты не переживай. Я что-нибудь придумаю. Придумать. С момента нашей первой встречи Дон Кихоту и мне суждено было уже никогда не расставаться, разделяя все испытания на двоих. И хотя иногда я не мог дотянуться до высоты его подвигов, благородное сердце рыцаря всегда прощало мою слабость и малодушие. Эсмиралька. Эсмиралька. Ты что? Да пойдем, люди ждут. Ну, что делать с тобой? Проклятая ослица. Я уже на 10 минут опоздал. Ну, тебе повезло, волчье мясо. Не обижаю ее. Теперь жди здесь. Пожалуйста. Пять минуток. Я спою, и все хорошо. Я потерпел. Проявил отвагу верность. Не испугался, победил дракона в сердце, рыцарем любви остался. Держи в своей руке копье, рази врага смелей. Эй, кавалера! О-о-о! Эй, кавалера! Эй! Для Эдалька дульсинея стала радостью, отрадой, утешением, гимном света, серенадой. Держи в своей руке копье, рази врага смелей. Эй! Эй, кавалера! О-о-о! Эй, кавалера! Эй! Вецемеры, трепещите, сгинет дело ваше злое. Силой веры и таланта победят всегда герои. Держи в своей руке копье, рази врага смелей. Эй, кавалера! О-о-о, эй, кавалера, эй, держи в своей руке копье, Рази врага смелей, эй, кавалера, о-о-о, эй, кавалера, эй. Тем ранним, прекрасным утром, Дульсинета Горская проснулась, Как только первый лучик солнечного света Несмело коснулся ее лица. Едва приоткрыв глаза, Дульсинея вспомнила, Что хотела написать письмо со своим благословением На новый подвиг для своего верного рыцаря, Странствующего идальга Дон Кихота Ламанчского. И вдруг в ее сердце невольно вошла тревога. Сможет ли Дон Кихот преодолеть все трудности на пути к подвигу? И тут... Яблочкина говорила... Фристон канал. Ну-ка. Итак, вы находитесь на Фристон канале, передача Матрицы Счастливой Женщины. Прежде всего нужно определиться, кто играет первую скрипку. В чем вы видите свое предназначение для женщины? Вы умная и много занимаетесь своим развитием. А вот ваш мужчина не хочет развиваться. Как же быть? Мой ответ. Нужно либо заставить его это делать, либо это просто не ваш мужчина. И нужно искать того, кто будет развиваться по вашему сценарию. Либо вообще, зачем умной женщине мужчина? Подумайте об этом как следует. Вот так можно. Тогда Дон Кихот решил непременно повидаться с сеньорой Дульсинеей, чтобы получить от нее благословение на новые рыцарские подвиги. Где же владычица моих мыслей? Лариса, все хорошо? А, это ты? Что у тебя с лицом? Сходи на рынок. Список продуктов я написала. Где, где? А, вот. Напугал. Молоко смеку. Побежал. Пять минут я скоро буду. Рынок ведь недалеко. Господи ты, Боже мой. Что ж с тобой? Петровна, давай поднимай. Давай поднимай, поднимай. Ах, ты ж старая развальна-то. Ну так хорошо. Ну что, что? Следить надо, куда и прешь-то, старая пушелка. Ой, ты же... Пошли. Пошли, пошли. Паркуемся, Петровна, паркуемся. Вот здесь, вот, вот, да. Вот здесь, ну ладно. Вот так, вот, да. Паркуйся давай. Паркуемся. Вот так. Ой. Вот. Слушай, подвигайся. Вот так, вот, аккуратненько. А то же мне не разместиться. Их. Ой, ну и ну. Их, стульчик. Ну что, припарковалась? Ой, тя-тя-тя-тя-тя-тя. Их. Ой. Ну ладно. Сейчас. Ну что ты там, ну? Ну подожди, сальцо мое любимое, самопальное. Садись. Давай. Садись. Колбасочка моя где-то. Петровна. Ау. А, Петровна. Чего? А ты свой пояс боржучим жиром сегодня намазала? Ай, да, намазала, да. Молодец. Гляньте, спозняк тут який, а? Да, да. Вот так. Вот так. Надо поправить. Сальцо. Ой, гляди, блатная наша на Мерседесе приехала. Ну. Ой. Со своей заморской икрою. Ага, надоело. Бонжур, девчоночки, бонжурчики. И теперь не хворать. Да, и теперь не хворать. Ой, старая. Все стерильно, надеюсь, все стерильненько. Так. Вот так. Вот западим. И куда же мне тебя? Икорочка, любимая. Любименькая икорочка. Так, так. Глядишь, она творит. Ой, и чего у меня только нету? Ну ладно. О, вроде. Что-то народу немало вообще сегодня. Ой. Не тот покупатель нынче пошел. Обнащел. Да, никто ничего не берет. Вообще. Это вам, девчоночки, нужно пересмотреть стратегию ваших продаж. Чего? Неправильно у вас коммерческое предложение. Так это ж она эти, бухгалтерский курс хотела закончить. Ну вот, видишь, бизнес-вумен. Вижу. Ой, ой, смотри. Уже годов десять на рынке торгуешь. Вот чей курсы. Милок, не по твоему карманчику. Иди, дорогой. Давай, родной, бери. Полторы тысячи рублей. Вот тебе как. Огурчики бери. Колбаска бери. Свежая. Пальцем пиханая. Да зубами нюхай. Не зубами. Вот, бери. Бери. Нюхай. Сало разверни. И так салу попробуй. Ну, белорусского. Ну, так это, деньгу, родной, деньгу. А ну, пошли вон отсюда и верни, шмат. Вот, ты хулиганил. Ни гляди. Ну, ладно. Может ли благородное сердце мириться с серой жизнью обывателя, когда несчастные ждут помощи обиженной отмщения? В тот день Дон Кихот повстречал трех обездоленных женщин. Бремя нищеты наложил отпечаток на их образ жизни, преисполненный горести и страдания. Тихо, тихо. Бедные бабушки. Мерзнут тут. Может, купить у них что-нибудь? Вот что у меня там в списке? Молоко, сметана, хлеб, макарон. Ой, тут до вечера не просчитаю. Эх, а я уж подумала, наш покупатель. Мелок, Петрушечку, Бяры. Петрушка. Есть в списке, Петрушка. Давайте мне, бабушка, Петрушечки. Давай, родной. Только сколько, думаю, взять? Посоветуйте. Бяры учу. Да. Она полезная. Ну. Гляди, какая кучерявая. Прав, как я. Все витамины в зелени. Бери, болеть не будешь. Заколадите все петрушку, если кучерявая. Давай, бери, родной. И полезная. Давайте. Все, все заберу. Пожалуйста. Ну, бери, давай, пихай ему побольше. Пихай, пихай, пихай. Давай. Вот молодец. И бабушкам помог. И себе на пользу. Ну, давай. Так. Что у меня еще в списке? Может, у тебя и корочка черника, мелок там в списочке есть? Да не, нет такого списка. Не, ну так давай, допишу. Спасибо, бабушка, за вашу добрую душу. Знаете, слушайте, мерзну тут целыми днями. Бабушка, давайте вообще все, что у вас есть, вот складывайте в ваши сумки, все заберу. Вот такие хорошие. Давайте вот сюда. Да, начнем. Конечно, конечно. Бабушка, таких-то покупателей. Да, беречь. Да, таких-то покупателей. Ух ты ж, какой. Нам не нужно. Держи, родной, держи, милый. Тепорочка красная, черненькая. Вот те. Само то. Держи, родной. Подо все. Подождите, я деньги забыл. Что же делать-то, а? Только карточка есть. Ну, проблем, милок, ну, проблем. Чого? Вы же по карточкам принимаете? Эй, Ильинична, ну-ка аппарат доставай, чого-чого. Аппарат, да, доставай. Чого, аппарат доставай. Ничего себе. Видишь, ух, пипла, карточка. О. О. Оплачено. Сработало? Ну-ка, бабушки, современные. Мы-то еще и самоварчик провели, сумму вложили. Подожди, не спеши, милочка. Спасибо, вы такие добрые. Антиклариатик. Держи. Это как Лариса любит. Держи. Все заберу. Держи, милый. Ага. Давай. Держи. Бабушки, вы такие хорошие. Хорошие. Держи. Кто-то это уже смогу забрать, честно. Антиклариат. Подожди, подожди. Потом, да, давайте сюда. О, спасибо, такие добрые. Не переживай. Слушайте, все забрало. Уже не поместится. Ладно, потом в следующий раз придешь. Не, не, не. Ну да, я вам дарю, знаете, дарю, забирайте. Нет. Мы не обманем, не обманем. Принесете потом? Конечно. Вот, бабушки сегодня раньше с работы уйдут, благодаря мне. Ой, спасибо. Ой, ты какой. Пойду домой, Лариса, покажу, пообрадуется моим покупкам. Пока. Пока. Лошара. Ой, мелочек. Покедова. Ох, не берзеник. Ой, дядя. Анташ, деду позвонить. Вот денек. Так звони уже, я поехала. Давай. Давай. Алло. Что там? Алло, дед. Чого-чого, товар-то ши. Да на новую точку, да. Да. Лопух один раскупил еще. Да. Ну что, давай, деда, давай. На новую точку. Да ладно, я догоняю тебя. Давай лично. Пошли, Петровна, пошли. Пошли. Лариса, ты не поверишь, как повезло. Накупился вообще. Такие хорошие бабушки. Я лично тебе привет передавала. Смотри, значит, что я взял. Так. Значит, самовар. Раз. Фиалка, как ты любишь. Лариса, нравится? Смотри. Кихотов. Кихотов. Что? Когда это все закончится? А что? Я так устала твоих глупостей. Ты хоть вообще к чему-нибудь стремишься в этой жизни? Ты хоть знаешь, в каком доме у тебя ретроградный Юпитер? Ты хоть знаешь, кто я по знаку Зодиака? Скорпион. Да ладно, ты светлячок. Ух, идиот. Что, не понравилось? Так, все, иди. У меня сейчас стрим. Стрим? Все, иди. Не понял. Итак, опять в эфире Фристон канал и передача Матрица Счастливой Женщины. Прежде всего, нужно включить спокойствие. Чтобы развить свой потенциал, вам нужно избавиться от груза, которого стянет вниз. Муж должен понимать каждое слово своей жены и даже то, которое она ему не сказала. И теперь самое главное. Возможно, придется сменить спутника жизни. Да, 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 именно так. И не надо этого бояться. Кажется, начинаю понимать. Фристон канал. Она им заколдована. А что же мне делать тогда, если она им заколдована? Едва сгустились сумерки, На небе зажглись огоньки первых звезд. Лес наполнился таинственными звуками. Тут же из леса показалась колесница, Перед которой ходили люди с факелами. В центре колесницы виднелась таинственная фигура С серебристым покрывалом на лице. Мой господин понял, что это была заколдованная дульсинея. Дама слегка наклонилась к Дон Кихоту и тихо произнесла, Мой прежний облик сможет вернуть только тот, Кто совершит подвиг ради любви ко мне. Саня, ты все-таки пришел. Молодец. Посмотрим звезды. Скажи, она точно сегодня сияет? Так ты сам посмотри. Можно? Конечно. Вот отсюда смотреть и по всему небу. Да. Так ты крути, крути. Ну как звезды? Слушай, Данила, небо там. А мне кажется, оно здесь. О нем в твоем сердце и в моем. Теперь ты понимаешь, почему я люблю смотреть на звезды? Да, мне кажется, надо чаще смотреть на небо. Смотри, в окошко, уже заря занимается. Да, скоро рассветет. Пойдем встречать рассвет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова Подожди! Стой! Стой! Оболучший тренировался! О нет! Я не смог его догнать! Нет! По-моему, костыль был под этой рукой. Под этой рукой костыль держали. Что же будет дальше? Почему так платите? Я останусь калекой на всю жизнь. Почему? Там были все мои деньги, которые я копил на операцию. Как? Все ваши деньги? Да. Что же я наделал? Ноженька моя! Я! Что же делать? Бедненькая! Что же будет? Останусь калекой! Знаете что? Простите меня, пожалуйста! Не надо! Нет! Не надо! Нет! Заберите все мои деньги! Я перед вами! Спасибо! Простите еще раз! Бедный человек! Из-за меня он не сможет сделать операцию! Малыш! Малыш! Смотри! Три тысячи зелененьких! Три тысячи долларов? Ну да! Вот это лопух нам попался! Да! Не перевелись еще на свете дураки! А где моя доля? Какая? Ну вот за всю мою беготню! Ну! Держи! На море так на море! Ой! Вы таксист? Да! А я смотрю! Вы на море! Ну да! На море! И на какое это вы море? Не поверьте! Похоже на Минское море! Минское море! Да! Ну ладно! Только жене ничего не говорите! Я сам объясню все! Угу! По-моему она уже идет скоро! Так главное! Едьте спокойно! Вы когда она зайдет скажите, что я уже сказал куда ехать! Хорошо? И все загрузил уже! Здравствуйте! Здравствуйте! Да, да! Красиво! Радиоканал Шансон! Душевный отдых! На Радио Шансон! Спонсор! Сеть салонов обуви Обнова! ИП Цепинщиков Владислав Викторович! Акция в универсамах и гипермаркетах Магнит! При единовременной покупке четырех товаров с категорией иконки для животных! Четвертый товар с меньшей стоимостью приобретите заплатить! Обзавидуется! Наверное! Кэтрин Фотки! Позвони, да! Спрось! Пусть поможет выложить в инстраграм! Моя любимая курска! Моя любимая курска! Давай! Удали, мое печали Натали! Что грустишь? Хот авто! Всё нормально! Я прошел пустыней грусти, ползимки. Так все хорошо. Я вернулся, чтоб сказать тебе, прости, Наталья, от судьбы я тебя мне не уйти. Ой, поворотный аэропорт проехали. Лариса, я все сейчас объясню. Понимаешь, короче, так, Испании не будет. Все, я отдал деньги несчастному человеку. Лариса, я все... Что? Что ты сделал? Доверься мне, все будет хорошо. Просто поверь мне, Лариса. Не надо этих скандалов, пожалуйста. Ух, резко по тормозам, так не жмись. С тобой хорошо мне уже больше не будет. Никогда! Лариса! Лариса, подожди! А-а-а! Что там? Бык! Бык! Лариса, я спасу тебя! Лариса! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Без тебя! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Без тебя! Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует... 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 собрался сумасшедший некий Данил Кихотов и пытается сломать ее. Захвативший вышку, не собирается сдаваться властям и называет вышку монстром-великаном и уверяет полицию, что хочет совершить рыцарский подвиг ради своей возлюбленной. Дурак! Ой, дурак! Ой, дурак! Алло! Профессор! Это вы! Что делать? Что делать? Что делать? Данила на вышке. Успокойтесь. Нужно спасать Данилу. Человек живет, пока его кто-то любит. Ой, дурак! Ой, дурак! Ну что же он наделал? Прости меня, любимая, за чужое зло. Что мое крыло счастье не спасло. Прости меня, любимая, Что весенним днем. Небе голубом, как прежде нам, не мы вдвоем. И была непоправимою эта беда, Что с люби мою не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, Песню прервал, И сложив бесстрашно крылья на землю упал. Я прошу, живите лебеди, И от веных сталь, И от веных сталь, Мир добрее стал. Пусть летят по небу лебедей, Над землей моей, Над судьбой моей Летите светлыми Людей. Летите светлыми Сеньор, сеньор, Вы слышите меня? Бульсине это вы? Да. Я ничего не смог сделать. Нет, не говорите так. Я не смог ничего, кого победить. Не говорите так, Вы расколдовали ее И спасли многих несчастных. Кажется, я умираю или нет? Нет, вы будете жить. Слышите? Спасибо. Не отвлекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра, Я перестала ждать тебя, А ты придешь совсем внезапно, Не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, Когда в окно ударит вьюга, Когда припомнишь, как давно Не согревали мы друг друга, Да, ты придешь, когда темно, И так захочешь теплоты, Не полюбившейся когда-то, Что переждать не сможешь ты, Трех человек в автоматах, Вот как захочешь теплоты. За это можно все отдать, И до того я в это верю, Что трудно мне тебя не ждать, Везде не отходя от двери, За это можно все отдать. Не отрекаются, любя. Весь жизнь кончается не завтра, Я перестала ждать тебя, А ты придешь совсем внезапно, Не отрекаются, любя Не отрекаются, любя Профессор Это ваша комната? А как я здесь оказался? Лариса, и ты здесь? Саня, привет! И дети пришли, ведь все закончилось Данила, ты меня прости Да ладно Я даже не знаю, что это было Все хорошо, что хорошо кончается Откроем шампанское Открой пока Верю я Ночь пройдет Скинет страх Верю я День придет Безлуча Он пропадет С новою песню Он не пройдет Нет Лучше ты за кущей Славный Мой милый день Сколько зима Ночь была Сколько лет Будет жизнь Скинет угла Будет свет Он пропадет мне Новую песню Огладно Он не пройдет Нет Лучше ты за кущей Славный Мой милый день В радость дня Я блудный Сын И скажу Вот и я Здравствуй, мир Он пропадет Он пропадет Он пропадет Новую песню Огладно Огладно Ой, не пройдет Нет Огладно Чисто Завущий Славный Мой милый день Мой милый день Огладно 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 Мы благодарим Всех, кто потрудился Я думаю, что Праздник получился Я думаю, что Мы Ненадолго Расстанемся Когда мы Встретимся с вами На сцене На Пасху Да? Да Так что Спасибо всем Всем, кто здесь Принимал участие Большое спасибо Праздник получился Все Аминь